Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Пашок и Фредди Аксель Плей. Всем здорова. Сегодня мы вам с Фредди Аксель Плеем расскажем, как поиграть с другом по сети в Майнкрафт. Итак, два способа будет. Первый способ, как поиграть в Майнкрафт через Redmin VPN. Способ очень легкий. Качаем Redmin VPN по ссылке. Ссылка, вот она, Redmin. Да. Все, вот как бы заходим на Easy просто, вот она, как бы вот она ссылка, скачать бесплатно. Вот она кнопка, для тех, кто плохо видит, вот кнопка скачать бесплатно. Все, нажимаем на нее, он и скачивается. Скачиваем, устанавливаем. Что дальше делаем? Создаем сеть. Создать новую сеть, это не надо, это как бы все вы вводите, даете другу все пароли, все вот это говно. Все, он подключается к вашей сети. Многие не договаривают, такие, ой, все, можете заходить хоть куда. Но нет, друг тоже создает сеть, то есть друг тоже вот создает новую сеть. На всякий пожарный. На всякий пожарный, это обязательно, просто, обязательно то, что надо сделать. Тоже создает, абсолютно так же, дает вам, вы с другом тоже присоединяетесь к сети. Ну, то есть, допустим, вдруг вот создал вот эту сеть. Вот, смотрите, вдруг создал вот эту сеть. Вот еще продемонстрирую вам. Вот он создал, я присоединяюсь к существующей сети. Имя вот это и пароль, ну, пароль тут. О, легкий. Все, присоединится. Я к нему уже был присоединен, поэтому у меня ничего не произошло. То же самое делает и ваш друг, как бы, все на изи просто. Ну, и можно я скажу тоже? Давай. Ну и далее, либо вы, либо ваш друг создает мир, делает его, ну, для сети. Это вы сами разберетесь, там все легко. И посоединяй. Итак, мы зашли в мини-срафт, вот этот вот у друга и у вас должна быть версия Forge Optifine. То есть, обязательно Forge Optifine. Это в чем прикол? Давай я объясню, в чем прикол. Давай. В ходе исследований своих я понял, что на Forge Optifine и вы, и ваш друг, будете видеть у друг друга скины. Как бы. Это я проверял все, так что, слушайте советы. Ну, и еще без Forge может не зайти, как бы, поэтому, ну, лучше перестраховаться. Итак, заходим с одинаковых версий Forge Optifine. А мы зашли с 1.12.2. Старая, да, удалая, нормально. Заходим в синглплеер, заходим в любой мир, если в лоховский мир, что бы нет. Заходим. Все, у нас генерируется нафиг. Снимаю в оконном режиме, потому что почему-то бандикам не захватывает этот обычный. Итак, далее, что мы делаем? Открываем полан, мы открываем, и у Дани должна быть менюшка. Я покажу, что это за менюшка. Дани сейчас присоединится ко мне, ну, идти по мне, посмотрим. Я, ой. Ну, это я вырежу. Друзья. Так, все, давай, я выхожу, ты создаешь. Итак, что мы делаем? Мы заходим в мультиплеер. Хоп. Листаем в самый низ, и тут у нас должен быть новый мир. То есть, как бы, что будет, если отключить? Ну, как бы, мир пропадет. Ну, давайте зайдем, я вам покажу, что он реально пропадет. Конечно, у нас тут... Фордж у меня не установлен, поэтому у вас, как бы, должны быть прям одинаковые версии. На этом моменте я забыл сказать то, что почему-то у меня Optifine был без Форджа. У Дани был Фордж, Optifine, и у него все заходило. Ну, вот, чтобы вы видели, что все честно, выключаю Redmin VPN и обновляю сервер. Я не знаю, как мне так сказать, но вот обновляю сервер, отлистаю вниз, и нету ничего. Как бы, включаем VPN, Redmin VPN. Все, он сейчас подключится по-быстрому, по-фасту. Все. И у нас должно уже появиться. Да, у нас все появилось, но из-за того, что у меня не установлен Фордж, я не могу к нему включиться. В принципе, все. Второй способ заключается в том, чтобы перейти на сайт Athermos.org. Ссылка будет в описании, короче. Вот у нас сервера. Ну, и тут вы уже сами разберетесь, короче, сами все зарегаетесь. Это все бесплатно. Только вам надо будет ждать очередь. В этом минус, как бы. Но зато вы можете тут делать все, что угодно. Вообще, пофиг. Ладно, в принципе, на этом все. Я надеюсь, что гайд был вам полезен. Спрашивайте все, что было непонятно в комментарии. Всем удачи, всем пока. Да.